Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые задали слушатели и зрители портала Экзегет. Нет, вопрос такой. Что делать, если вера ослабела? Часто ловлю себя на мысли, что не хочу молиться, читать Евангелие. Ищу разные оправдательные причины для себя, чтобы не молиться. Как быть? Что делать? Необычного не происходит. Страшно, да, так можно умереть. Но необычного ничего. Это охлаждение веры, ослабление веры, умоление веры, иссякание веры происходит с любым человеком, кроме самых, быть может, ревностных подвижников, которые... которые что? Почему они, собственно, ревностные? И почему у них, собственно говоря, ничего не проходит? А вера только возрастает и возрастает. В чем их ревность? В том, что они 24 часа в сутки принуждают себя к исполнению воли Божьей. Ведь вера, как мы уже говорили в ответе на другой вопрос, вера есть дар Божий, есть воля Божью, Божья, которую приняли мы внутрь себя. Если мы будем следовать этой воле, если будем слушаться эту волю, то она будет переполнять и заполнять нас все больше и больше и больше. И вера будет возрастать, потому что желание делать то, что велит Бог, будет в нас больше и больше. А если мы не слушаемся Бога, то есть не принимаем Его волю, сопротивляемся Его воле, то, естественно, умоляется вера в нас, благодатная жизнь в нас, которая жизнь и есть воля Божья. Воля Божья есть жизнь. И не слушая Его, мы, естественно, умоляем в себе жизнь, ее становится в нас меньше, становится меньше и веры. Нам все меньше и меньше хочется исполнять Его волю. Мы все дальше и дальше от Него отходим, пока совершенно связь с Ним не потеряется. Отсюда вывод простой и естественный. Если мы чувствуем, что вера наша слабеет, значит, мы должны исполнять волю Божью. И тогда будет веры больше. Но именно исполнять воли Божьи, это часто неправильно понимается. Например, из вашего вопроса я бы на самом деле сказал бы по-другому, задал бы вам ответ на вопрос. А у вас уменьшается только желание читать Священное Писание, Евангелие, и меньше хочется читать молитвенных правил или что-то еще? Потому что, ну, на самом деле, бывает такое, что в Священное Писание человек не читает. Бывает, да, может быть, даже годами не читает Священное Писание. Такие подвижники известны, как, например, Антоний Великий. Вот, да, он любил и делал всегда молитвы, но может умолиться Священное Писание. Может пропасть желание читать молитвы, написанные в молитвословии, очень легко, потому что любой текст, он рано или поздно становится привычным и не возбуждает чувств, ничего не дает мне, мы хотели бы другие слова прочитать. Может быть, только это. И речь идет о привычке, о том, что некоторые вещи стали привычными, а не о том, что действительно вера ослабела. Потому что слабость веры, она проявляется, в первую очередь, не в желании читать Священное Писание и брать в руки молитвослов, а в желании исполнять волю Божью. А воля Божья не в том, чтобы читать молитвослов или Священное Писание, а в том, чтобы любить другого человека. В первую очередь, любить другого человека. Вот если вы чувствуете, что сжимается ваше сердце, когда к вам подходит другой, если у вас нет желания выходить из дома, потому что там люди, если у вас нет желания думать о Боге, который заставляет вас выходить на работу, потому что там невыносимая мука, тогда вера слабеет. И тогда надо принуждать себя к тому, чтобы исполнять заповеди Божьи, делать это через силу, но делать это не потому, что так надо. Бог велел мне это делать, я должна это делать. Бог велел мне это терпеть, я должна терпеть. Постоянно напоминать себе о том, что это не некая заведенная рутина, а каждый шаг, который дается мне с трудом, я делаю для Бога, ради Него, ради послушания Его воли. И тогда будет совсем по-другому. Очень часто, например, бывает слабеет вера от того, что, ну скажем, муж у женщины оказался очень нехорошим человеком. Он, или другой момент, нейтральный, у семьи родился больной ребенок. И те трудности, которые связаны с больным ребенком, они настолько большие, что вера слабеет, потому что мы, веруя, ожидаем получить от Бога что-то хорошее, что-то приятное, а тут невыносимая боль, и эта вера слабеет. Так вот, и в таких случаях, как в случае ослабления интереса к Священному Писанию или к молитве, надо понять, что мы воспринимаем жизнь как жизнь. Просто вот она есть, течет, а мы что-то тут терпим, что-то терпим, что-то терпим. Это не созидает вера. Веру созидает, веру питает именно мысль о том, что мы делаем это ради Христа. Вот есть у меня больной ребенок, это Бог мне дал свое чадушку, чтобы я о нем заботилась. Это Бог посылает меня каждый день, каждый час к этому больному ребенку, чтобы я о нем заботилась. И тогда, когда я каждый шаг буду делать с мыслью о том, что это Бог хочет, чтобы я так делала, и я пойду, потому что так хочет Бог, вот тогда вера будет возрастать. Или когда я терплю какого-нибудь плохого человека, будь то муж или начальник или коллега, я его терплю не потому, что ну надо же терпеть, вообще абстрактно, а я терплю потому, что Бог повелел мне терпеть этого человека, Бог повелел мне молиться за этого человека, я буду терпеть и молиться. То есть возрастание в вере, укрепление веры происходит только тогда, когда мы трудные шаги нашей жизни делаем с мыслью о том, что так велит Бог. Вот так прожил Авраам свою жизнь. 25 лет он ждал ребенка, и каждый раз, начиная день, говорит, Бог велел мне прожить этот день и ждать в этот день радостное известие. Так каждый день Бог повелел мне так проживать день. И это сделало его отцом всех верующих людей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok